За такой наградой только бегом. Сотрудники администрации Ивановского района в этом году организовали спартакиаду, сдали нормы ГТО. Самые сильные и выносливые сегодня получают золотые знаки отличия. Среди них и глава района Сергей Низов. Всем остальным муниципальным и государственным служащим испытание только предстоит. В пятницу состоялось торжественное открытие спартакиады ГТО для сотрудников областных департаментов и районных мэрий. Ну самая тяжелая дисциплина для всех это бег. По бегу результаты достаточно серьезные. А так все остальные, в принципе, если ты спортом хотя бы два раза в неделю занимаешься, я думаю, что они все доступны. Во всяком случае для моего возраста. Они не представляли какой-то уж такой серьезный. А вот единственное, что это бег, ну и стрельба на удачу. Я думаю, все-таки здесь нужно настроение для стрельбы. Каждый орган власти представлен командой из семи человек. Всего более семисот участников. Нормы комплекса каждый выполняет согласно своей возрастной ступени. Набранные очки идут как в личный зачет, так и в командный. Ивановский регион в числе пилотных и может принимать в этом году нормы ГТО у всех категорий населения. Ранее выполняли нормативы студенты. После этого были учителя физкультуры. Вот теперь муниципальные и государственные служащие. Актуальность, наверное, своим примером нужно показывать. То, что спортом заниматься нужно. То, что сложно в этом ничего нет. Основная идея, наверное, стоит в этом. На этой неделе в среду сдавали стрельбу. В пятницу в основном силовые дисциплины, которые выполняются в зале. Жим гири, подтягивания, отжимания, упражнения на пресс и прыжок в длину. Зампред Владимир Шарепов к спортивным задачам относится не менее серьезно, чем к проблемам ЖКХ. Отношения более чем серьезные, потому что это не просто соревнования. Это комплекс готов к трудовой обороне. Здесь мы как раз смотрим, насколько мы все готовы к обороне нашей страны. И, соответственно, конечно, к труду. Поэтому очень серьезные отношения. Я думаю, что это важно для любого гражданина России. А вот в субботу чиновникам придется изрядно попотеть. Их ждет бег на короткие и длинные дистанции и плавание. Какой муниципалитет покажет лучшие результаты? Какой департамент будет признан самым сильным и выносливым? Станет известно на следующей неделе. А знаки отличия для тех, кто их заслужит трудом и потом, регион получит в ноябре. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.